С особым размахом в Коми пройдет празднование сразу двух знаменательных дат. 630 лет Усть-Умской епархии и 1025 лет Крещения Руси. Об этом заявил епископ Сыктывкарский в Иркутинске Петерим. В рамках юбилейных событий на этой неделе будет впервые освящен храм святителя Стефана Пермского. Торжественное богослужение проведет митрополит Саранский и Мордовский в Арсенофе. А на одной из православных выставок можно будет приложиться даже к Царскому кресту. Лена Кононова о светских мотивах. Празднование юбилейных дат в Коми началось еще на прошлой неделе. Ее открыла выставка с именем Стефана. По этим старинным памятникам посетители смогут пройти путем Стефана Пермского. Уникальные потери, которые принимали участие в таинстве Евхаристии, Евангелии 17 века, иконы, самая старая из них, относится к 16 веку. Все это привезли как раз из тех мест, где когда-то бытовала Усть-Умско-Пермская епархия. Еще одна любопытная экспозиция откроется 2 октября. Здесь можно будет даже прикоснуться к святыням, например, к Царскому кресту, который принадлежал семье Романовых. Кстати, эта династия на престол взошла ровно 400 лет назад. В этом году будет представлено более 80 храмов и монастырей Русского Православной Церкви из таких стран, как Россия, Молдавия, Греция, Украина, Израиль. Также на выставку будут привезены такие чтимые в православном мире, как крест Мощерик, который принадлежал когда-то семье Романовых. Данный крест Мощерик на сегодняшний момент находится на урочище Ганина Яма. Это там, где находится монастырь мужской. Завтра в Сыктывкаре более 130 участников соберет международный научный форум. В пяти секциях о роли православия, о формировании России будут дискутировать не только студенты, доценты, доктора наук, но и архиереи, даже школьники. Среди заявленных выступлений доклад пятиклассницы. Детишек очень много, очень много детишек. И Четкина и крепко мне звонила и говорила, что вот еще и еще детишки, вот как вот быть. Но договорились так, что мы будем публиковать и те сообщения детишек, которые с устными докладами не попадают из-за того, что уже лимит времени. Большое количество участников ждет и молодежный форум 3-4 октября. В этом году он посвящен социальному служению. После конференции активистов в Финногорском парке ждет бал. А 6 октября для нашей епархии настанет исторический момент – освящение Стефановского храма. По словам ладыки Петерима, этого они ждали 13 лет. Храм наш имеет уже освященные три престола внизу. Вот верхний этаж мы для этого особенно важного события 630-летия все эти годы, так сказать, вынашивали в себе. Но еще была проблема Побелки. Вы знаете, Побелка за собой понесла более 10 миллионов рублей, потому что одни веса с 15-этажный дом – это, конечно, очень дорогостоящее. Хотя сама Побелка может и не так дорогостоящее, как вот техническая часть ее исполнения. На торжественное богослужение приедет митрополит Саранский-Мордовский в Арсенофий. Кстати, освящение собора не случайно назначили на 6 октября. Именно в этот день, 95-го года, решением Священного Синода была создана Сыктывкарская и Воркутинская епархия. Прямая преемница – Усть-Вымской. Елена Кононова, Владимир Шишко, нас Алексей Пашуков, телеканал Юрган.